Сегодня УШУ – это современный вид спорта, развившийся в ходе эволюции традиционных форм боевых искусств Китая. В основе лежат приемы шаолиньского кулачного боя, фехтования, различные виды традиционной акробатики и дыхательной гимнастики. Более 150 спортсменов в рамках первенства и чемпионата Южного федерального округа будут состязаться в различных направлениях УШУ. Несмотря на то, что УШУ не олимпийский вид на данный момент, но тем не менее он становится все более популярным и популярным в России. Вообще российская команда считается одной из сильнейших в мире. Мы единственное выступаем только китайцам, родоначальникам этого вида. В нашей стране в последние годы все больше и больше появляется новых лиц, которые становятся чемпионом мира по УШУ. Почти два года Владислав осваивает стили и разновидности древнего боевого искусства и точно знает, что нужно, чтобы добиться успеха. Я хочу двигаться дальше, хочу большего. Нужно долго и упорно тренироваться, не отбрасывая это в сторону и говоря, что да потом это выучу. У воспитанницы сочинской школы, призера России и многократной чемпионки ЮФО Нуршараф Магомедовой за семь лет работы в арсенале собрано немало стилей УШУ. На победу спортсменка рассчитывает и на этих соревнованиях. Пришла я на одно занятие и поняла, что мне вообще нравится очень. Он очень красивый. Во-первых. Во-вторых, это боевой вид искусства. Это бой с тенью. Как бы вы представляете перед собой нескольких противников и как бы по всему ковру, который у нас есть, вы с каждым расправляетесь. Красивые формы УШУ Таулу – это достаточно зрелищно. Для их выполнения необходима сила, концентрация, гибкость. Это демонстрационная техника, когда спортсмен выходит на площадку и показывает специфическую тактику ведения боя без противника. Сочинская школа в этом направлении сегодня успешно развивается. Наша команда является лидером не только Юга России. Мы в том году привезли 12 медалей с чемпионата России, из которых было 4 золотые медали. Один спортсмен попал в сборную России и выступал на чемпионате Европы. У нас в мае будет первенство Европы по традиционным видам УШУ в Тбилиси. Поэтому мы готовимся к этим соревнованиям. Итоги чемпионата и первенство по УШУ подведут в воскресенье после выступлений участников во всех заявленных видах. Для желающих оценить мастерство спортсменов лично – вход свободный. Рината Шипулина, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.